Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Я знаю, что многие его ждали. Я сама обожаю всё, что связано с уходом, и также кислоты. Если вы впервые заинтересовались этой темой, если вы впервые попали на мой канал, я настоятельно рекомендую вам посмотреть те ролики, которые я снимала 2 года тому назад, 6 лет тому назад, 5 лет тому назад, в далёком прошлом или в прошлом году. Всё ещё до сих пор актуально. Там есть и теория, и также схема, как правильно ввести те или иные кислоты, какое средство лучше выбрать, в какой форме, как правильно восстанавливать кожу, что зачем наносим, как часто, что кому зачем и как. Сегодня я хотела бы больше сосредоточиться на тех средствах, которые, скажем так, были проверены временем, которые со мной уже на протяжении многих лет, которые вот только недавно появились, но всё равно заслуживают вашего внимания. И давайте по-быстрому друг другу напомним, какие бывают кислоты, зачем мы ими пользуемся и что они способны сделать. Это буквально в двух словах. Есть большая группа, самая обширная, пожалуй, самая популярная. Это AHA кислоты, то есть АХ кислоты, я буду называть их именно так. Сюда входят фруктовые кислоты, это популярная гликолевая, миндальная, молочная, аскорбиновая и многие другие, но сегодня мы как-то больше будем говорить именно о них. Все эти кислоты в большей и меньшей степени отшелушивают кожу. Некоторые из них работают мягче, кое-какие более агрессивные, но все они работают на то, чтобы выровнять рельеф, чтобы убрать какие-то несовершенства в виде лёгкой пигментации. Также помогают нам справляться с постакне. Кожа после использования и правильного восстановления становится более светящейся, более такой свежей, отдохнувшей. И, конечно же, это помогает запустить некоторые процессы, которые помогают нашей коже выглядеть дольше молодой или убрать первые признаки старения. Помимо этого, некоторые кислоты помогают справиться с высыпаниями, подлечивают их, делают наши поры более такими упругими, стянутыми. Также помогают контролировать выработку себума. И теперь вторая группа. Сюда входит салициловая кислота, в основном, да, самая популярная, самая известная. Это та кислота, которая способна проникать в поры, разжижать загрязнения, какие-то чёрные точки и убирать это всё с нашего лица. И также это та кислота, которую чаще всего используют на проблемных кожах. В самом начале хочется ещё также сказать о том, что больше не значит лучше в случае кислот. То есть сразу не выбирайте большие концентрации, не передерживайте. Если на упаковке указано, что пилинг нужно держать от двух минут до десяти, то начинайте с нижней границы и постепенно увеличивайте её, если ваше лицо, ваша кожа вам позволяет. Сразу не нужно всё делать по максимуму. Также обязательно восстанавливайте кожу. Никогда, ни в коем случае не используйте всё сразу, что вы видите. Выбирайте одно, но максимум два или три средства. Не ежедневно, не на постоянной основе, а в зависимости от потребностей вашей кожи. И также святое правило, если вы используете кислоты, даже в небольших концентрациях, даже не каждый день, даже если пасмурно и зима, и вроде как активного солнца нет, всё равно, если вы выходите из дому, вы всегда наносите SPF. Я вас предупредила, основные моменты мы с вами обсудили. Поехали! Начнём мы с вами с миндальной кислоты. Это та кислота, которая сейчас менее популярна, чем, например, гликолиевая. Очень жаль, потому что это та кислота, у которой больше молекула, она не так агрессивно воздействует на нашу кожу. После неё и легче, и проще восстанавливать кожу. И при регулярном использовании, даже не каждый день, вы всё равно заметите все преимущества, которые я упоминала ранее. И это именно та кислота, которая подлечивает ранки, которая стягивает поры. И очень интересно, потому что она очень хорошо подходит и жирной коже, потому что она контролирует выработку себума, и также такой, как у меня, сухой. У меня и чувствительная суховатая кожа, особенно в холодное время года. И я заметила, что всё-таки миндальная кислота на мне работает лучше. И у меня в руках сейчас два любимца. Первый от бренда Belinda. Я думаю, что многие из вас познакомились с этой маркой, именно с этой линейкой, благодаря моим старым видео. Это линейка с зелёной этикеткой. Это действительно один из тех случаев, когда дёшево и сердито. Я думаю, что многие люксовые бренды не способны похвастаться такими результатами. У меня никогда не было крема из вот этой линейки. И также в этом году я попробовала их тоник. Сначала берём тоник. Если видим, что кожа нормально реагирует, можем подключать сыворотку. Эти средства мы используем раз в день, желательно вечером, обязательно на сухую кожу. И сыворотку я также наношу не каждый день. Утром я обхожусь чем-то более восстанавливающим и увлажняющим. Это Belinda. И также есть ещё и корейский тоник, тоже с миндальной кислотой, от бренда By Wishtrend. Это у меня уже где-то третья упаковка за всё время. Многие любят этот тоник, он супер универсальный и подходит всем типам кожи. Помимо того, что у меня сейчас есть в наличии кое-что я специально приобретала для видео, что-то я сохранила вот чисто визуально, да, только бутылочку, чтобы можно было показать. Но также есть замечательный польский бренд. Это аптечная косметика. Называется он Pharmaceris. Pharmaceris у них есть и тоники, и кремы, и что-то ещё из линейки именно с миндальной кислотой. Я пользовалась только их крем-гелем, и этого мне было достаточно. И это был один из моих первых шагов вообще во всей этой кислотной теме. Вы знаете, я заметила чудесные результаты. Многие средства с кислотами пахнут не особо приятно. То есть это как химическая такая душка, вы не пугайтесь. Я помню, что Pharmaceris тоже как-то не славился конфетно-цветочным ароматом, но главное, по действию он вот такой. И у них там есть разделение на 5% и на 10%. Я начинала с 5%, мне понравилось, со временем я перешла на 10%. И тоже нет никаких шелушений, какой-то отпадающей кожи, каких-то непонятных ситуаций. И советую вам обратить внимание и на этот польский бренд. Также есть марка, которая называется Norrell. У них есть удобная форма выпуска такого гелевого тоника, тоже с миндальной кислотой. Долгое время им пользовалась, вообще на века его хватает. Большая баночка, и его также можно наносить в виде такой сыворотки на лицо. То есть уже обходимся без отдельного тоника, без отдельной сыворотки, а просто нанесли, ничего не растекается. И тоже это средство мне очень сильно нравилось. Вспоминая все то, что у меня было, среди таких всемирно известных брендов есть еще и Сесдерма. Это испанский бренд. У них была сыворотка с миндальной кислотой, но у меня была, у них, скорее всего, до сих пор есть в ассортименте. Она тоже нежная, но рабочая, кожа отлично ее переносит. Если вы ищете что-то, что доступно, скорее всего, на вашем рынке, без проблем, в любой аптеке или онлайн, я обязательно найду для вас полное название этой сыворотки и, конечно же, оставлю все в инфобоксе, как всегда. Дальше у нас гликолиевая кислота. И здесь, конечно, есть где разгуляться. Я также хотела бы вас предупредить. Использование гликолиевой кислоты – это сейчас такой всемирный уходовый тренд, и ее добавляют даже туда, где эта кислота не заявлена на упаковке. И будьте осторожны, потому что вы можете пользоваться обычным типа увлажняющим кремом, не защищаться от солнца, не наносить большой фактор SPF в повседневной жизни, и в конечном итоге заработать себе, например, пигментные пятна, которые очень-очень сложно убираются. Мне кажется, что нет ни одного средства, ни одной какой-то процедуры, которая гарантированно поможет убрать вот эти застойные пятна. И также для себя с гликолиевой кислотой я все-таки вывела правило, что меньше – значит больше. То есть я лучше буду регулярно использовать что-то с небольшой концентрацией, и это даст гораздо лучшие результаты, при этом моя кожа не будет пылать, просить о пощаде и сделать что-то со мной, потому что если вы нарушаете защитный барьер, а гликолиевая кислота очень беспощадно относится к вашему защитному барьеру естественному, и тогда у вас могут появиться воспаления, все потому, что недовосстанавливаем кожу после активной гликолиевой кислоты. И одним из моих самых любимых средств, тоже на протяжении нескольких лет, является вот эта, ну типа как ночная сыворотка от бренда Дерма-Э. Вообще это классная марка, я покупаю ее на iHerb, и я также своей подружке заказывала, которая никогда не пользовалась кислотами. Возможно, после первого использования вы не заметите ничего такого сверхъестественного в зеркале, но с каждым днем вы начнете замечать, что кожа становится чище, что она более гладкая, тут наносишь хайлайтер и нет никаких бугорков, и не хочется так сильно перекрывать лицо тональным кремом и так далее, и так далее. То есть здесь есть все преимущества гликолиевой кислоты, при этом при всем это такой комплекс, который не сильно травматично воздействует на защитный барьер и вообще на общее состояние, нет сухости, нет вот такой стянутости. После использования кислот, например, на ночь иногда просыпаешься после какой-то сыворотки, и кажется, что тебя просто за уши лицо натянули, но это не эффект лифтинга, это просто ваша кожа находится в таком стрессе. Очень крутая вещь, тоже такой своеобразный аромат, полугелевая текстура, и это средство также можно использовать новичкам, например, в качестве такого пилинга на полчаса нанесли, потом смыли, и после использования вот этого пилинга таким образом, мы наносим обычный увлажняющий, восстанавливающий уход. Я люблю нанести крем с церамидами, если я смываю кислоты, и вот тогда на утро тоже чудесный результат. Далее, мягкие средства от бренда Evelyn, гликолиевая терапия, между прочим, я купила все средства с гликолиевой кислотой, у них там они разные по форме выпуска, также разная концентрация кислот. Пока я ждала свой заказ, я видела, что у них еще и появился какой-то типа кровавый пилинг, но пока что я опробовала на себе только вот эти два тоника. Думаю, что вот этот оранжевый вы видели у меня где-то с весны. Это неплохие кислотные средства, и вообще, я должна сказать, что часто кислотные средства стоят недорого, это все-таки не пептиды, которые требуют каких-то там высоко научных разработок, поэтому пусть вас не пугают такие приемлемые цены в случае некоторых средств. Так вот, тоник с гликолиевой кислотой, здесь 5% гликолиевой кислоты. Классное средство, действительно улучшает общий вид лица, и я могу сказать, что это более даже приятный вариант тоника с гликолиевой кислотой по сравнению с Pixi. Pixi сейчас для меня жестковат. Этим я могу пользоваться не каждый день, но спокойно, несколько раз в неделю. И опять же, гликолиевая кислота, она и в Африке. Гликолиевая кислота очень круто работает с кожей, с ее качеством. И еще больше мне на самом деле понравилась комбинация гликолиевой и молочной кислоты. Я поняла, что для сухой и такой слегка чувствительной кожи, это просто идеальная комбинация, не только в случае Everline, а в принципе, вот если видите сочетание гликолиевой и молочной кислоты, я советую вам заинтересоваться этим средством, потому что я случайно методом тыка поняла, что это очень-очень крутое комбо. И потом уже где-то в литературе вычитала, что действительно это мягче работает, и кожа проще восстанавливаться после такого средства. В общем, этот тоник, так как я сказала, с гликолиевой кислотой, с молочной, уменьшает видимость пор для всех типов кожи. Ну, я бы еще добавила, что тоже работает на равномерный оттенок кожи, на гладкость и все-все-все-все-все, что могут сделать кислоты. Действительно, крутая вещь. Оба на мне эффективны, и вот этот все-таки будет мягче. И, наверное, я сейчас склоняюсь к тому, что вот этот у меня один из самых любимых средей гликолиевых. Это не самое эффективное средство, и все-таки я бы не брала его в качестве единственного с гликолиевой кислотой, особенно для продвинутых пользователей. Но производитель вообще не заявляет, что это именно кислотное средство. Здесь гликолевая кислота довольно высоко в составе. На третьем месте это картридж из системы Clinique ID. У меня был их лосьон для сухой, очень сухой кожи. Если вы любите марку Clinique, если она вам подходит, и вы хотите ввести кислоты для постоянного использования, чтобы это, вот знаете, как капелька каждый день, капаешь, капаешь, капаешь. И со временем этот кувшин под названием «Идеальная кожа» наполняется. Я пользовалась, думаю, ну блин, какая классная кожа после этого средства. То есть это у меня сейчас картридж, у меня закончилась банка с лосьоном, нужно докупить. У меня было несколько разновидностей, многие из них там и с ретинолом, и с кислотами. И вот этот оранжевый действительно очень-очень круто работал в сочетании именно с супер увлажняющим бальзамом. И летом пользовалась, и весной, как-то там в межсезонье, мне прям идеально подходило. Обожаю, но это не чисто кислотное средство, я бы сказала, что это для поддержания эффекта. Например, каждый день пользуемся чем-то таким в сочетании с родным картриджем Clinique. И раз в две-три недели делаем кислотный пилинг. Тоже вот такая схема, но при этом рабочая. Из того, что было и закончилось из доступных средств, это марка Биодерма. У них есть именно ночной пилинг на основе гликолиевой кислоты, или там был даже комплекс АХ-кислот. Но я закончила целую баночку и говорила, что когда-то вернусь, но в этом изобилии косметики, и тем более это часть моей деятельности на YouTube, постоянно что-то пробовать, сравнивать. Но я спустя года хотела бы также сказать, что это был один из лучших таких пилингов из категории помощнее. Также можно использовать на 10 минут, на 5 минут, в зависимости от того, как воспринимает ваша кожа гликолевую кислоту и кислоты в целом. Но средство само по себе очень приятное. Я знаю, что они его перевыпустили, но по эффективности на него очень-очень крутые отзывы. Можете почитать. Но я со своей стороны также могу однозначно рекомендовать вот этот ночной пилинг с АХ-кислотами от марки Биодерма. Тоник Пикси. Один из самых популярных. И да, это крутая штука, но сейчас есть более удачные, более такие щадящие формулы. У меня вот таких банок штуки 3. Вы видите, что я пользовалась-пользовалась. Но тут просто можно стереть кожу в кровь, вообще остаться без нее. Но использовать все это невозможно лично на мне, вот на регулярной основе. И каждый день, утром и вечером. Это то средство, которое хорошо подходит для плотной кожи, которую там хоть наждачкой 3, все будет прекрасно. Кто-то может наносить его утром-вечером. Я бы так вообще не рисковала в своем случае. Но если вы знаете, что у вас очень жирная кожа, что она спокойно переносит все пилинги, вам просто нужно что-то для повседневного ухода, кислотное, да, то, да, стоит обратить внимание на марку PIXI. Здесь 5% гликолиевой кислоты. Это, опять же, та кислота, которая даст вам гладкость, даст вам освежение, отшелушивание, но не для чувствительной кожи, как я сказала. Поговорим о более тяжелой артиллерии. Но потом я еще вернусь к таким среднячкам, безопасным вариантам масок тоже с гликолиевой кислотой и вообще с аха-кислотами. У марки Sensation есть сыворотка с 10% гликолиевой кислоты. Несмотря на то, что здесь такая высокая концентрация, я раньше пользовалась ею хоть каждый день, все было хорошо. Сейчас я понимаю, что я бы наносила ее, например, раз в неделю или держала бы ее полчаса, минут 20 и смывала бы. И после нее вот лицо как разглажено. Очень хорошо работает с рельефом. И несмотря на то, что здесь нет миндальной кислоты, поры после этой сыворотки тоже менее заметны. А у меня расширенные поры в Т-зоне. И я еще люблю использовать всякие сияющие тональные средства, сияющие пудры. Но в общем, когда пользуешься кислотами, это не так сильно бросается в глаза. И вообще мне нравится, как выглядит лицо, когда пользуешься чем-то не только увлажняющим. Потому что, ну все-таки мне тоже 32 года, есть возрастные изменения, периодически появляются высыпания. И то, что меня больше всего беспокоит, это закрытые комедоны. И когда я их сама убираю, это не всегда эффективно и качественно. И остаются красные пятна. И вот гликолевая кислота, как ничто иное, помогает мне убирать пятна после моих махинаций. Ну, что есть, то есть. И сказки, и слов не выбросишь. Говорю вам, для чего конкретно в моем случае мне нужна гликолевая кислота. Когда я заказывала это средство от бренда Derma E, это пилинг для домашнего использования, кислотный пилинг. Здесь и витамин С, и гликолевая кислота, и молочная кислота. Вообще очень хорошая комбинация. И я думала, подумаешь там, какое-то легкое средство сейчас намажу. Там что-то я собиралась делать массаж какой-то тела. И поняла, что больше трех минут я не выдержу. Этот пилинг от бренда Derma E. Покупала, опять же, не знаю, где. И вот так он выглядит в баночке. Когда его открываешь, это все похоже на кашу-малашу с какими-то частичками. Я думала, ну вот, приехали, сейчас там будет что-то мне скрабировать. Нет, это не скраб. Просто этот пилинг, кстати, пахнет он такими чуть цитрусовыми, но не скажешь, что супер приятно, как и все кислотное, собственно. В общем, наносишь не слишком плотным слоем. И спустя три минуты его уже лучше начать смывать. И максимум держим эту вещь пять минут. Когда смываешь, тут же стоит нанести что-то восстанавливающее, какой-то тоник, какой-то мист и потом еще увлажняющую маску. После этого средства лицо может быть уже таким, ну не то чтобы покрасневшим, но более розовым, чем обычно. У меня кожа быстро восстанавливается, но имейте в виду, что вот такую реакцию он может вызвать, как и многие кислотные пилинги. Но на утро краснота проходит, даже спустя там час, это уже незаметно, и лицо сияет, светится так, что ты можешь просто служить каким-то зеркалом для окружающих. Вот это не сухость, это не стянутость, это вот такой красивый свежий блеск. Я в восторге, мне очень понравилось, но, пожалуйста, новички, будьте очень-очень осторожны, и чаще, чем раз в несколько недель, его лучше не делать, потому что это такой, знаете, прям вариант так вариант. Следующий довольно активный кислотный пилинг с 30% гликолевой кислоты, ретинола и зеленого чая. Это бренд, название которого я не знаю, как правильно произносится, Юс, Юс. В общем, это средство, которое не требует ни специальной подготовки. Я всегда беру какую-то кислотную умывалку от Pixi или от... Сейчас забыла, там аббревиатура такая, но, опять же, оставлю вам все нужные названия в инфобоксе. И после этого также мы не нуждаемся в нейтрализаторе, в специальном геле, в чем-то таком. Я, опять же, наношу увлажняющий тоник и какую-то увлажняющую маску. Иногда это тканевая маска, иногда гелевая. Все зависит от ситуации и от того, сколько у меня свободного времени на постпроцедуры. И, опять же, у меня с ним не было каких-то непонятных историй, страшных, когда какие-то там высыпания. Но я держу минимальное количество времени, и вам тоже не рекомендую выдерживать прям сразу максимум. Смотрите, как вы реагируете на ту или иную кислоту. Гликолевая кислота может провоцировать высыпание. Не конкретно в этом средстве, а в принципе, поэтому просто будьте осторожны. Вот. То есть, видите, вариантов есть масса. Но вы выбираете всего несколько того, что может вам подойти по типу, по проблеме, по результату, по травматичности, по частоте использования и так далее. Я люблю играться уходом, я люблю пробовать комбинировать что-то новое. И главное, не переборщить. Еще один, пожалуй, самый вообще любимый из всех, которые у меня были, потому что он не настолько небезопасный, как профессиональный пилинг. Он тоже универсальный. Здесь также сочетание двух видов кислот. Здесь АХ-кислоты, которые отшелушивают, и также БХА, то есть, салициловая кислота, 30% АХ-кислот фруктовых. Это бренд The Ordinary. И знаменитый кровавый пилинг я за прошлый год, за прошлый сезон, точнее, использовала половину этого пилинга. Я наношу тоненьким слоем и тоже держу не слишком долго. После него не высыпание ничего, кроме гладкой идеальной кожи. Но чаще, чем раз в три недели, я опять же его не делаю. Если я сделала этот пилинг, то следующий кислотный пилинг, если я буду его делать, все равно я буду выполнять, например, минимум через две недели. Не чаще. Потому что я знаю, что есть девочки, у которых там жирная кожа, они могут хоть каждую неделю пользоваться такими средствами. У меня такие варианты не прокатывают, поэтому я все-таки выдерживаю дистанцию между кислотными средствами и каждый день тоже ими не пользуюсь. Из того, что я могу себе позволить среди кислот раз в неделю, это гликолиевая маска от бренда Andalou Naturals, вообще очень классная марка. Здесь у нас и отшелушивание в виде гликолиевой кислоты, и также фруктовые энзимы. Пахнет чем-то съедобным, опять же, для новичков, для тех, кто хочет поддерживать эффект от кислот, для тех, кто не может использовать, например, вот такие большие концентрации, кому это в принципе не нужно. И да, это та масочка, которая со мной уже много-много лет, и она все еще в моей косметичке, я продолжаю ее покупать. Открытие этого года, это средство обязательно будет в фаворитах, потому что эта маска уникальна. Марка REN. Здесь гликолиевая кислота и также другие кислоты, здесь очень-очень хорошие составы, бренд этим славится. И эта маска интересна тем, что у нее такая даже слегка маслянистая консистенция, и ее наносим уже таким слоем поплотнее. И потом смываю это все при помощи влажного полотенца теплого. И после этой маски кожа также становится розовой, но она хорошо восстанавливается, и нет такой стянутости, нет такой сухости и раздраженности. И это, пожалуй, та маска, которую могут использовать обладатели сухой кожи, конечно же, комбинированной, жирной. В принципе, довольно универсальное средство, просто когда у кого-то и без того сухая кожа, и без того чувствительная, какие там кислоты, казалось бы, да? Но есть варианты и для таких типов кожи. Если вы хотите что-то такое и эффективное, и не слишком хардкорное, то это как раз тот случай. И сейчас в своей уходовой рутине я больше всего люблю использовать все по такой схеме. Два раза в неделю я использую тоник с кислотой, какой-то один выбираю для того, чтобы поддерживать эффект. Раз в неделю я делаю какую-то кислотную маску, и раз в три недели что-то наношу или на ночь, какую-то сыворотку, или, например, вот такой легкий пилинг, или же, если есть какой-то запрос на то, чтобы убрать постакне, или что-то нехорошее происходит, хотелось бы помощнее выровнять рельеф, тогда я делаю кислотный пилинг, Derma Air или The Ordinary. Но вовсе не обязательно скупать все сразу, и пользоваться всем сразу зимой и осенью. Достаточно по одной баночке из каждой категории, если вам это нужно, и использовать это все на протяжении месяца, разложить это себе как-то. На самом деле сейчас очень большое количество классных кислотных средств на рынке. Я знаю, что даже в белорусской косметике есть и профессиональные кислотные пилинги. До них я, к сожалению, не могу добраться. Из того, что доступно в каждой стране буквально, где представлена марка Kiehl's, это также можно купить онлайн с доставкой в любую точку мира. У них есть вот такой ночной концентрат, он также идет с кислотами. Честно говоря, я уже забыла, какие здесь кислоты, но помню, что они точно здесь присутствуют, и вот это сочетание кислот, оно очень универсально. Вы можете использовать, даже если вы никогда не пользовались кислотами, его могут использовать даже новички. Здесь нет ничего такого, о чем мне хотелось бы вас предупредить. Тоже работающая штука. Да, подороже, но зато вы можете быть уверены, что это то, что сработает. Тоник от марки REN. Люблю нежной любовью. Это то, что очень хорошо мне подходит. Здесь классное сочетание молочной кислоты и азелаиновой кислоты. Азелаиновая кислота, она вообще практически не популярна, но я думаю, что она будет набирать обороты, потому что, во-первых, она идеально показана для проблемной кожи, во-вторых, даже если есть розация или если кожа чувствительная, ее можно и нужно использовать. И молочная кислота – это то, что направлено на увлажнение кожи. И я как-то протерла лицо этим тоником, когда у меня были высыпания. Я заметила, что на утро все стало гораздо лучше, и также этот тоник придает коже сияние. Он не настолько агрессивный, опять-таки, как Pixi. Здесь другие кислоты. Если вам вообще не подходит гликолевая кислота, если даже миндальная кислота, для вас это слишком. Но вы хотели бы что-то попробовать, обратите внимание на вот этот бренд REN. Он также часто продается в миниатюрах. Вот такой тоник попадается в коробочках красоты. И как раз как-то он у меня был, и мне понравилось. Я использовала миниатюру, которой, кстати, надолго хватает, поэтому я купила себе большую баночку. На Look Fantastic заказывала. Он иногда продается на iHerb, и во многих других, на самом деле, местах. Но здесь большой-большой объем, также удобная помпа, и кислота, с которой я не особо была знакома, азелоиновая, да. Но, тем не менее, оказалось, что она тоже очень круто работает. И она не особо на слуху у всех, и очень зря. И хотелось бы вспомнить универсальные средства, которые комбинируют в себе и аха-кислоты отшелушивающие, и те, которые помогают убрать несовершенство в виде черных точек, каких-то забитых пор. Есть очень классная, у меня она была аж два раза, бренд Earth Science. Я заказывала на iHerb, но, возможно, где-то еще можно приобрести. Также есть очень удачная линейка от корейского бренда Song By Me. Можно купить набор миниатюр, там и тоник, и крем, и еще что-то, сейчас не вспомню, но у меня точно было мыло для умывания и универсальный крем. Там также комплекс аха-кислоты и БХА. То есть, если видите, что хотелось бы сделать и отшелушивание, и поработать над чистотой пор, можно взять вот себе такой набор миниатюр. Он рассчитан на 30 дней использования. Пользуемся по инструкции, так как написано, смотрим, подходит или нет, и потом уже решаем, какое из средств в полном размере вы хотели бы купить. И такие наборы есть на многих сайтах, где представлена корейская косметика. Также, что касается солициловой кислоты, то средство, которое всегда будет в моей косметичке, сейчас забыла принести, но на самом деле оно у меня есть, просто осталось в ванной комнате, это Эфоклар Дуо. Там солициловая кислота и целый запатентованный комплекс Ларош Пазе. У меня когда-то было отдельное видео на тему Эфоклар Дуо, и вот, Господи, столько раз, сколько он спасал меня и мою кожу, это просто словами не передать, при том, что у меня нет акне, у меня не то, чтобы прям супер проблемная кожа на постоянной основе, вот только в ближайшие дни там что-то у меня произошло, и то я знаю, с чем это связано, да, из-за питания немножечко обсыпала, но когда вот хочется просто реветь, смотришь на себя и думаешь, Господи, неужели это я? У меня же всё было в порядке, и ты не знаешь, с чем это связано, не знаешь, что произошло, когда перелёты, переезды, очень большой стресс, у меня часто бывают высыпания, и Эфоклар это то, что вот всегда есть мои дорожные косметички, у меня дома, не дай бог что, намажусь Эфокларом, станет лучше, так классно он борется у меня именно с воспалениями, с высыпаниями, это то, что опять же перевернуло моё восприятие уходовой косметики, я купила его по рекомендации блогеров, была такая польская блогер, нещакс или нещакс, их там было две девочки, чуть по-разному пишутся их имена, никнеймы, я купила благодаря ей, она сделала обзор на Эфокларду, я думаю, вау, ничего себе, и тогда я узнала о кислотах, и потом я уже поняла, что там работало, почему это мне подходит, и вот на мне конкретно Эфокларду творит чудеса, обораю, но Эфокларду может подсушивать кожу, и после него прям жёсткое утреннее восстановление, то есть я даже под макияж его намазать не могу, он хорошо подсушивает, хорошо борется с воспалениями, но мне прям супер нужно увлажнение, восстановление защитного барьера после Эфоклара, потому что это тоже очень важный момент, кожу обязательно нужно восстанавливать, это must have, то есть кислоты, 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 кислоты постоянно быть не могут, если не будете восстанавливать, всё будет только ухудшаться, и ещё одна уникальная вещь с салициловой кислотой, это бренд Полос Чойс, но ещё раз повторюсь, что лучше всё-таки в жидкой форме, потому что я по ошибке заказала себе такой гелевый вариант, но поэффективнее будет всё-таки тоник, он у меня тоже есть, там в нескольких миниатюрах я себе покупала, и этого тоже на очень-очень долго хватает, но эту пользую, потому что, знаете, купила, уж не выбросишь же, да, но тоже очень хорошо борется с высыпаниями, он не сравнится с Афаклар, он помягче и не так быстро работает, но зато он не вызывает у меня каких-то покраснений, суперсухости, и также могу нанести под увлажняющий крем на ночь, на всякие сущи, чтобы почистить поры, это что касается салициловой кислоты. На этом у меня всё, я посмотрела только что, что я там доснимала, когда так неудачно поставила камеру, ещё додела этот свитер, и просто получилась тучка Оля. Ну, такое-то уж случается, нужно было перепроверить, но я надеюсь, что несмотря на это всё, на мой какие-то там недовольство этим роликом, вам было интересно, вам было полезно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне очень-очень приятно, ваша обратная связь, не забывайте пересмотреть предыдущие выпуски, там действительно много полезной информации, я думаю, что если с блокнотом выпишешь то, то, что тебе нужно, то, что интересно, вы самостоятельно сможете подобрать уход, то, что действительно будет на вас работать, и, пожалуйста, не борщите, не скупайте всё сразу, все возможные банки, ещё раз, возможно, перечитайте, ещё раз пересмотрите средства, с чем одно, второе, третье, пятое, десятое, выберите всего один или несколько флакончиков, которые будут работать на качество и здоровье вашей кожи. На этом уж точно пока-пока, всех целую и обнимаю, до новых встреч уже совсем скоро!